Почетный караул Горожане с радостью встречали Гагарина на улицах города. Программа пребывания была очень разнообразна. В первый же день Гагарин посетил дворец Куба, один из королевских дворцов Египта, который сейчас служит гостевым домом для почетных гостей. Сотни курсантов военно-воздушного училища в городе Бельбейс в дельте Нила маршируют перед первым космонавтом. А в небе уже начался воздушный парад. Затем состоялся митинг в порт Саиде. После прогулки по Суэцкому каналу делегация вернулась в Каир, где Гагарин прочитал лекцию в университете. Дал интервью телевизионному каналу и успел насладиться выступлением ансамбля национального танца «Реда» в Народном театре. Конечно, страх не может затронуть вашего мужества и смелости как первого космонавта, но все-таки перед тем, как вы выполнили свою задачу, вы чувствовали какой-то страх? Вы знаете, в то время было не до страха. Нужно было как можно лучше и с лучшим качеством выполнить ту очень сложную и напряженную программу космического полета, которая была мне задана. И на страх просто не оставалось времени. Гагарин посетил пирамиды Гизы, поднялся на 180-метровую Каирскую башню и получил золотой ключ от города из рук губернатора. Из Каира Гагарин полетел в Луксор. Там он осмотрел гребнеегипетские храмы и гробницы, а дальше отправился в Асуан. В то время там велось строительство Асуанской плотины. Вместе с египтянами работали тысячи советских специалистов. Из Асуана гость прилетел в Александрию, где выступил в местном университете. В Каире президент Гамаль Абдель Наср устроил в его честь роскошный прием. Юрий Гагарин был награжден орденом ожерелья Нила, высшей государственной наградой в Египте. Редактор субтитров А.Семкин